Всем привет! Сегодня в этом видео я хочу вам рассказать об очередном очень интересном лаунчере. Называется он Яндекс.Шелл. Раньше он был нам знаком под другим названием. Впервые его выпустила компания SPB Mobile Shell. Позже данный лаунчер был выкуплен компанией Яндекс. Тем не менее, его платная версия до сих пор в маркете, до сих пор продается для тех людей, кто не знает. На данный же момент Яндекс.Шелл совершенно бесплатен. Его вы можете установить из маркета. Буквально на днях приложение лаунчер Яндекс.Шелл обновилось. Как вы видите, он обрел такие вот стильные виджеты в серых тонах. Я скажу, что на данный момент лаунчер мне нравится больше. Он стал такой более стильный. Вот такие вот интересные виджеты у него есть. Виджетов очень много. Они все разные, красочные. Вот такие вот заметки. Калькулятор, к сожалению, без процентов. Вот такие вот часы. Что самое интересное, виджеты эти состоят как бы из отдельных блоков. Но если вы совместите несколько блоков вместе, рядышком, то они потом таким вот образом объединяются в один виджет. Очень интересная задумка. Папки, кстати, тоже очень удобные. Красиво анимированы. Выпадает в центр, то есть очень удобно до них дотянуться пальцем. Папки также могут иметь несколько вариантов отображения. То есть можно оставить вот такую вот как бы папку. Можно сделать ее более компактно. Надо еще попасть в эту стрелочку. То есть вот маленькая папочка обычная, такая вот расширенная. То, что здесь отображаются значки, к ним доступ сразу по одному тапу. То есть не открывая саму папку, вот эти три приложения можно запустить по тапу. Ну и развернутая таким вот образом. Папки создавать легко. натаскиваем один значок на другой и потом уже закидываем туда все остальное. Он называет папку в зависимости от того, какие приложения там лежат. Если же вам такое название не нравится, нажимаете вот сюда вот на карандашик и редактируете название. Таким вот образом. Что еще интересного? Давайте взглянем, какие фирменные виджеты есть у данного приложения. Для этого мы заходим в меню приложений. Меню приложений тоже вот такое вот стильное. На таком серо-белом фоне есть две кнопки. Первая удалить. Здесь можно нажать сразу несколько приложений, которые вы хотите удалить. А также есть кнопка добавить на рабочий стол. Опять же, не перетаскивая по одному значку, можно выделить сразу несколько нужных приложений. Те приложения, которые уже есть на рабочем столе, отмечаются вот таким вот темным домиком, а тех, которых еще нет, они такие вот светло-серые. То есть вот так вот это происходит. И вот так можно удалить то, что уже на рабочем столе не нужно. Я считаю, отличной реализацией. Так, пойдем дальше. Виджеты. Здесь вот есть множество различных виджетов. Папка закладов, закладок, папка контактов, подсветка, сообщения, часы, фото дня и прочее, тумблеры. Что интересно, все вот эти вот вещи, они, если будут находиться рядом, будут группироваться в один виджет, как я вам уже говорил ранее. Здесь опять же, также можно, нажимая на домик, добавлять на рабочий стол. Вот таким образом. Если у виджета присутствуют настройки, то рядом изображается шестеренка. Вот такие вот большой набор интересных фирменных виджетов. Виджет сообщений. тоже добавлю. Здесь третья вкладка, это такие вот большие панели на весь рабочий стол. Тоже очень красочные, интересные. Некоторые из них я вам уже показывал. Вернее, почти все, кроме фазы луны. Я небольшой ценитель всяких различных лун, поэтому его я не добавлял. Итак, смотрим. я сейчас хочу добавить вот этот виджет туда, где было неполное количество виджетов. Или я уже добавил туда. Что интересно, вот здесь вот снизу, если запомнить, где расположен нужный экран, можно легко переключаться, нажимая вот на такие вот точки. А, ну да, я уже добавил сюда еще виджет галереи. И вот, как видите, он таким образом склеился. Это вот виджет последних звонков. Тут виджет дней рождений. Нажав на него, вы можете увидеть весь список предстоящих дней рождений различных людей из вашей записной книжки. Калькулятор тоже, в принципе, отличный, но, к сожалению, нет важной для меня кнопки проценты. Прибавлять проценты, отнимать проценты. Вот такие вот заметки. Тоже очень удобно, добавлять легко. таким вот образом все это добавляется и перемещается. Что-то важное можно наверх, что-то неважное снизу. Такой вот анимированный виджет погоды. Здесь можно смотреть по дням. Снизу более точная информация будет отображаться. виджет календаря. Здесь будут ближайшие предстоящие события. Вот этот интересный очень виджет, позволяющий сразу добавить понравившуюся вам картинку места рабочего стола на рабочий стол. Таким вот образом нажимаю. и данная картинка будет добавлена таким образом сразу на рабочий стол. Здесь интересный виджет различных новостей. Таким образом можно читать. если хотим уже больше открыть, то уже открывается браузер. Хороший виджет, полезный. Здесь тут опять же несколько виджетов я склеил вместе. Здесь виджет при нажатии на который он лезет на афишу Яндекс.Рум. здесь я так понял какие-то ближайшие передачи по телевизору отображаются. Здесь можно включать выключать различные тумблеры поиски Яндекса часы будильник это СМС Здесь что мне еще понравилось очень интересная реализация дайлера то есть вашей звонилки здесь сверху отображаются избранные контакты здесь часто набираемые здесь все контакты можно искать с помощью Т9 таким вот образом можно здесь переключить и искать с помощью вот такой клавиатуры то есть как вам нравится так вы можете искать свои контакты здесь журнал кстати работает в принципе все очень плавно еще интересная особенность звонилки если вы зайдете в настройки где-то были подобные настройки я сейчас уже не помню как-то я туда заходил и там была такая галочка определять те номера которые нет которых у вас нет в вашей книге контактов то есть если вам звонят с какой-то фирмы или с какого-то банка и номер у вас не занесен в записную книжку он сверит сверит Яндекс с номерами которые имеются у него в базе если этот номер известный то вам сразу высветится какая фирма вам звонит или кто вам звонил что впрочем является очень классной фишкой единственное а я вспомню где это все настраивается настраивается в настройках непосредственно Яндекс Шелла здесь внешний вид кстати можно переключить обратно на темную тему прозрачную которая была раньше здесь можно обои искать здесь экспериментальные настройки здесь я включил разрешить изменение размеров виджета стереоскопическое 3D я не совсем понял для чего мы же не ходим в 3D очках чтобы это дело разглядывать а так оно при включении выглядит как будто в двух цветах не очень вот настройки телефона и вот здесь есть такая вкладка искать неизвестные контакты ставите галочку да и он будет все это дело подтягивать из своей базы так что здесь еще есть вот внешний вид покажу еще переключу тему прозрачная темная виджеты становятся вот такие вот прозрачные темные на мой взгляд та светло-серая тема выглядит более стильно но о вкусах опять же не спорят данная темная тема тоже выглядит очень прекрасно возможно даже я буду их периодически чередовать картинки на яндекс фотки можно нажимать обновлять то есть они будут загружать новые что интересно это этот виджет позволит вам постоянно иметь какие-то новые красивые картинки на экране рабочего стола я считаю такой виджет очень полезен по крайней мере мной он востребован сам лаунчер работает быстро гладко я не знаю как он будет работать на всех смартфонах но на galaxy note 2 как вы видите он работает очень плавно вот уже загрузились некоторые новые картинки после того как я нажал обновить вот наверное в принципе и все что еще добавить здесь вот снизу если мы добавляем цветную иконку то она автоматически становится черно-белой так вот в стиле единственное что если вы обратите внимание родные иконки немножко темнее чем те которые вы добавляете хотя это зависит от изначального цвета ну да белый gmail так выделяется потому что он сам по себе достаточно светлый значок поэтому это я зря придираюсь все нормально ну вот в принципе и все лаунчер довольно интересный функциональный работает плавно я думаю что он обзаведется своими последователями на этом я буду закругляться спасибо вам за внимание до новых встреч